Вот что у вас с ощущениями от жизни? Сейчас в России, вы видите, что сейчас в России невозможно. Я не пошёл бы ты нахуй. Конечно, конечно, к врагу, врагу, всегда врага так и посылают. Какое у вас ощущение о гражданском обществе сейчас в России? Гражданское общество — это кухня. Где вообще возможно публиковаться с тем, чтобы не оглядываться? А через два часа на тебя пишут донос. Смелый — это не тот, кто не боится. Смелый — это тот, кто боится, но продолжает делать. Добрый день! С вами Дергачёв Инсайт. Пожалуйста, те, кто хочет нас поддержать, присылайте нам донаты. Мы абсолютно независимый проект. А сегодня у нас в гостях московская поэтесса Мария Лобанова. Добрый день, Мария. Добрый день, Вадим. Очень приятно. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. А вы прилетели в Алматы два дня назад. Мы сейчас разговариваем в августе. И вы через день улетаете обратно в Москву. Да? Ну, даже быстрее. Я улетаю утром. У меня самолет в 8 утра. Скажите, пожалуйста, а в Москве сейчас жить, а, нормально, б, ненормально, ц, страшно? Вот что у вас с ощущениями от жизни? Ну, если говорить обо мне, да, каково мне сейчас в Москве? В Москве жарко. Вот, в Москве жарко, у меня нет дома кондиционера, но у меня есть вентилятор. Вот. И я, чтобы не умереть за своей кошкой от жары, включаю этот вентилятор. Кондиционер есть на работе. Что касается общего, да, какого-то состояния, фона, атмосферы, я очень люблю Москву. Вот. Люблю её ритм. Я люблю её вот это вот какое-то, может быть, иногда нервозное дыхание. Вот. Там живут люди, которых я люблю. Поэтому ощущения от этого города складываются скорее из очень многих-многих сложных вещей. Нельзя так однозначно сказать, что вот, например, день такой напряжённый сегодня. Нет, он может быть напряжённым пять минут, потом он может быть расслабленным, потом ещё что-то. Что касается общего фона, бывает, что замечаешь краем глаза то, что раньше не было. Да, вот это вот, да. Например, в общественном транспорте, если едешь, а я на работу или с работы, еду на автобусе, мне удобно. Я смотрю, раньше все были в телефонах, а сейчас вот как-то вот меньше стало. Люди меньше пользуются смартфонами в общественном транспорте. Может быть, меньше общаются с друг с другом так откровенно, как раньше. Мне кажется, так. Меньше пишут в домовые чаты, у кого там есть или ещё что-то. Потому что меньше доверяют друг другу. Да, вот это есть, да, это я замечаю. Люди определенным образом закрываются от общения. Потому что боятся. Боятся, что их не так поймут. Боятся, что кто-то, ну, стучит. Вот. Боятся, может быть, сказать лишнего иногда. В торопях, в сердцах. А потом пожалеть об этом. Вот. Примерно так. Ну, я думаю, что это, знаете... Я бы не делала из Москвы какой-то мордор сейчас. Вот такой вот, знаете, что там совершенно невыносимо. Для меня лично. Пока я могу сказать так, что ситуация разная. Она меняется, конечно, каждый день. Но пока есть люди, которых я люблю в этом городе. Наверное, город воспринимается мной как родной. Пока это так. Как место, где я чувствую себя дома. О солидарности, да, хотел сказать. У вас очевидно, очевидное, скажем, и время, и география ваше проживание, да, она не позволяет там... Ну, короче говоря, я бы никогда вас не стал спрашивать, допустим, о вашем, там, о вашей жизни, да, то есть, или о вашей позиции. Вот, если бы она впрямую не проявлялась в ваших текстах, да. Поэтому я хочу спросить, насколько сложно, вообще говоря, людям сейчас, которые себя относят к ЛГБТ-сообществу, насколько сложно им вот в нынешней ситуации, в стране, в которой вы живете, проявлять себя, и насколько это опасно, да. То есть, а есть ли какие-то, скажем, вещи, которые сгущаются? Или это все достаточно ровно, это все просто какой-то информационный шум? И потом я просто вас хотел попросить прочитать вот это стихотворение, которое, может, неправильно его назову, лесбия. То есть, вот, ну, если можно вот об этом сказать сейчас. Ну, смотрите, в нашей стране определенным образом за последние несколько лет были приняты несколько сложных очень законов, да, которые очень, ну, довольно серьезно усложнили вообще жизнь. Извините, Мария, а надо сказать при этом, что вы юрист, правильно? Да, я юрист, да, я юрист. По профессии я юрист, и я... То есть, вы хорошо понимаете, о чем вы говорите, когда вы говорите, приняты определенные законы. Ну, мне кажется, представители, например, ЛГБТ, да, они очень хорошо это понимают, даже если они не юристы. Вот, тут, в общем-то, ситуация настолько для меня лично печальная. Объясню, почему. Потому что отношение государства к какому-либо меньшинству, да, в своей стране, это показатель. Отношение к старикам, да, отношение к ЛГБТ-сообществу и так далее. Отношение к людям с заболеваниями разного рода. Отношение к тем, кто не может, например, каким-то образом сам за себя постоять и так далее. Государство – это тот аппарат и та система, которая как раз создана для того, чтобы поддерживать именно, в первую очередь, да, именно таких граждан своих, именно таких людей, понимаете, которые, может быть, сами поддержать себя не могут в силу определенных обстоятельств, им сложно. ЛГБТ-сообщество испытывает колоссальное сейчас давление. Многие мои друзья уехали, вот, проекты перенесли за границу свои собственные. Транс-сообщество в связи с принятием недавнего закона в ужасном положении, в ужасном, вот, это слово не преувеличено. Вот, потому что, понимаете, очень сложно постоянно закрываться. Вот, государство сейчас сказало, вы знаете, давайте вы закроетесь. Вот, просто, вот, как будто вас нету. Представьте, вот, вот, вы не сможете иметь семью нормальную. Ну, что значит нормальную? Вы не сможете, например, завести детей. Вот, вам не разрешено, там, первое, второе, третье, четвёртое. Вот, мы напрямую не говорим, что вы люди второго сорта. Нет, конечно, у нас, в общем-то, равенство социальное, какое-никакое. Но вы не можете, вы ущербны в некоторых моментах, вы лишены некоторых прав и так далее. Нам не нравится, что вы публично говорите о себе, как о здоровых отношениях, как о норме. Но это же дико. Мне кажется, это дико. Это, вы знаете, мне кажется, это заблуждение. Заблуждение депутатов, заблуждение сенаторов. Вот, может быть, это сознательное заблуждение. Оно основано на страхе, безусловно. На страхе, что твой собственный ребёнок, например, да, каким-то образом под давлением социальным, в силу моды, я не знаю, что ещё там. Вот. Вдруг, да, приведёт домой партнёра своего пола, например. Или скажет, что, вы знаете, вот я чувствую себя в другом гендере. Вот. И начинают бояться. Появляется тревожность определённая, связанная с этим. Разобраться времени нет. Специалистов, которые бы, да, грамотно на каком-то государственном уровне отстаивали позицию, там, да, в организациях, в здравоохранении и так далее, объясняли бы ситуацию, как сейчас это дело обстоит вообще в мире, как это воспринимать, да, как это понимать и так далее. Вот. Вот. Изменяется ли, например, отношение к собственному, там, видению и собственной сексуальной чувствительности, если, там, у тебя в семье кто-то или друг твой, да, там, гомосексуаль, гомосексуал. И это же, понимаете, такой момент. Нет. Мне никогда, вот, что касается меня, да, мне никогда не казалось, что отстаивание прав, да, это нечто лишнее. Понимаете? Нечто лишнее. Какие бы, например, законы у нас не были в стране, в другой стране, неважно, мне кажется, каждая страна переходит, проходит через какие-то сложные периоды. Вот. В России сейчас этот сложный период начался вот какое-то время назад, лет, наверное, 10. Вот. И мы сейчас в активной его фазе переживания. Мы же не в вакууме. Понимаете? Эти законы, они... Мы не можем сказать, что Дума находится в вакууме, что Синатора находится в вакууме. Администрации президента нет. Мы все в одном поле. И население... Такое слово странное, да, но население – это же живые люди. Они каким-то образом формируют эту чувствительность. Понимаете? Формируют это напряжение, на которое ориентируется власть в том числе. Это всё единое. Поэтому со временем, конечно, ситуация... Я считаю, что изменится. Вот. По моим каким-то ощущениям не бывает так, что всё равно люди постоянно напрягаются, постоянно раздражительны, постоянно им что-то не нравится. Вот. И так далее, и так далее. И в конечном итоге люди понимают, ну вот, что плохо в том, что люди любят друг друга. В этом же, в общем-то, и заключается какой-то основной смысл вообще существования, возможно. Нам же не нужно каким-то образом доказывать, что любовь – это как-то формирующая культуру вещь. А так как мы находимся в какой-то семье общей, в которой есть разные, совершенно разные люди, разные персонажи, мы должны каким-то образом научиться разговаривать с друг с другом. И я думаю, что вот такая жёсткая политика в отношении ЛГБТ, такое жёсткое законодательство позволит найти язык в этом довольно ограниченном пространстве, каким-то образом, не то чтобы его прорвать, а быть услышанными, по-человеческому, как-то вот по-семейному, что ли, я не знаю. Возможно, это агрессия, страх, фобия дойдут до какого-то максимального предела, который мы ещё даже не можем представить. Я не знаю, может быть, опять вернуться к каким-то идеям о том, что нужно лечить и так далее. То есть это вообще… Но я к чему это? Всё равно каким-то образом общество, понимаете, интересуется этим. ЛГБТ-люди становятся видимыми для общества. Чем больше об этом разговоров, законов и так далее, тем больше люди узнают об этом, читают статьи, слушают выступления и так далее, и так далее. И всё-таки интернет – это то пространство, где можно что-то узнать до сих пор, более-менее адекватное. Поэтому я думаю, что через какой-то вот такой язык, который вот сейчас формируется, да, можно каким-то образом дальше что-то развивать. В конечном итоге законы поменяются, общество поменяется, законы поменяются. Это синхронная процедура. Я вот так думаю. Ну, у меня вот ваш текст, который вы читали, меня просто поразил. Можете его прочесть? Да, это вообще на самом деле стихотворение о другом. Он был написан недавно совершенно, он был написан за две минуты, грубо говоря. Не время кидаться на наших братьев и сестёр, лесбия. Пусть они тысячу раз неправы. Доставай стингер своего расстроенного языка и хибаж совсем мочи по эго, не взводит пока пощади. И даже тогда танцуй на раздробленном правом колене, пусть боги и ночи горят под ногами. Не смотри на чужие степи, лесбия. Там нет ничего, кроме горького льна и усталости дикой. Ждёт тебя твоя пустыня. Отечество, мачество, скотчество. Подними упавшее солнце из крови его и пепла. Пусть жахует вместо глаз уши огня и слова. А потом мы поговорим за чашечкой чая. Это, в общем-то, стихотворение о том, что в данном временном периоде лично мой взгляд направлен на меня в первую очередь, на мои собственные напряжения, а не на осуждение других. Какие бы они ни были, мне, может быть, что-то не нравится. Мне много не нравится из того, что вокруг. Я вижу. И мир, он, в общем-то, не 100 долларов. Вот, в этом плане. И поэтому это стихотворение скорее такое обращение к себе самой и напоминание о том, что не нужно нервничать по таким поводам, что кто-то как-то что-то не то сказал, показал, написал ещё что-то. Вот, поэтому я думаю, что если у нас есть какие-то ресурсы, ну, пусть они каким-то образом нас сохраняют в этом плане. Я имею в виду вот этот взгляд не вовне, а на себя. Прежде всего. Это позволит, мне кажется, повернуть мотивацию в какую-то такую сторону, в рациональную больше. Вот. И я всё-таки думаю, что... У нас будет возможность поменять, потихонечку поменять Россию. Потихонечку. Вот. У меня нет панической какой-то, знаете, такой вот нервозности, да, и всё пропало. Конечно, ситуация, да, понятна. Но в этом плане у меня всё равно какая-то надежда есть. И когда я думаю о себе лично, я думаю, каким образом я могу быть полезна. Вот. Потому что я родилась в России. Мои предки все, да, из России. Вот. И мои родители, мама и папа, лежат в земле российской. Поэтому для меня и русский язык, на котором я пишу, вижу сны, думаю, мыслю, общаюсь, это моё дыхание. А Россия — это мой дом. Понимаете? Моё сердце. И как бы больно мне не было от того, что творится в моём доме и вовне, как бы не было больно от того, что происходит, всё равно это... Я не могу выдрать из себя это сердце. Очень сложно. Ну вот. Я продолжаю каким-то образом не нагнетать, во-первых, у себя внутри какую-то, да, эту историю. А во-вторых, искать язык, который соединяет. Понимаете? Вот это, мне кажется, для меня какой-то вот... Соединяет. И я вот ещё этот текст ваш воспринимаю, это сотворение, как всё-таки призыв к солидарности. Конечно, безусловно, да. И вот у меня откликается именно это, да, то есть мне хочется тоже быть солидарным с вами, ну, то есть настолько, насколько это вот возможно, да, то есть, но вот то, что вы говорите, то, что это направлено прежде всего на себя и вот на какую-то внутреннюю гармонизацию, да, то есть, ну, это тоже очень понятно, это тоже очень понятно, потому что, ну, а как иначе себя удержать в равновесии в этом бушующем пространстве? Ну, даже, знаете, я могу так сказать, равновесие, может быть, это даже не совсем, может быть, даже подходящее слово. Даже если ты выходишь из берегов, потому что, ну, это невозможно спокойно воспринимать всё. Я очень вспыльчива в этом плане, я очень часто выхожу из этих берегов. Надо каким-то образом, ну, придерживать хотя бы себя хоть в чём-то, какую-то найти точку опоры для своего дыхания. Вот эта точка опоры, да, это взгляд на себя. Я думаю, что когда доходит до какого-то такого состояния, я стараюсь вспоминать о том, что, прежде всего, надо смотреть на себя, работать с своим собственным эго. И вот это вот стихотворение о танце на своём собственном эго. Понимаете, когда ты понимаешь, что собственная правильная позиция – это, ну, грубо говоря, очень условная история. Успокойся и танцуй на этой. Не воспринимай это слишком серьёзно. Вот о чём. Спасибо. Ну, на мой взгляд, вот ещё одно из того, что я слышал и успел прочитать у вас, на мой взгляд, одно из самых сильных высказываний последнего времени, да, это вот ваш текст «Враг говорит». Да, я вот даже ничего не хочу спрашивать, ничего не хочу, вот, скажем так, как говорится, нагнетать. А вот я просто хочу вас попросить тоже прочитать это стихотворение. Хорошо. Враг говорит. Терпеть, как Христос терпел, не отрёкся от любви, умирая, так и вы должны. Смирение перед разрушением, перед насилием. Вот, чего хочет от вас враг. Оставьте гордость, говорит враг, на вражеском языке говорит враг. А не пошёл бы ты нахуй, слышит враг в ответ. И враг продолжает ждать, пока его не признают Богом. Такой текст. Я думаю, что... Знаете, про что это? Я помню, когда-то, много-много лет тому назад, я в Фейсбуке видела такую картинку. Лежащий цилиндр. Вот, геометрическая фигура, объёмная такая. И с одной стороны проекция, это круг. А с другой прямоугольник, такой вытянутый. И два человека смотрят с разных сторон. Один видит одно, другой другой. И они начинают спорить. Какое видение верное? И вот бывает так, что этот спор доходит до такой сильной оппозиции, да? Что другая точка зрения становится вражеской. И вот это слово враг, я воспринимаю, прежде всего, именно в этом ключе абсолютного непринятия другого видения. Другого. Я сейчас не говорю про какие-то вещи такие. Вот, поэтому вот в этой части какой-то я вижу, что проблема заключается в том, что оба этих взгляда, да, вот, они могут быть немножко смягчены. Позволить, да, миру быть немножечко шире. Позволить себе вот это отношение. Вот. Это, мне кажется, ключевой момент, которому всё равно рано или поздно, как рентчак или там группа людей, всё равно придут. Вот. Поэтому... Сейчас, я прошу прощения, Мария, вы сейчас не лукавите, потому что, скажем, в финале всё-таки обращение к врагу-то очень конкретное. То есть, а не пошёл бы ты нахуй. Конечно. Конечно, к врагу-вырагу вообще не всегда врага. Так и посылают любой, как бы человек, который находится в такой такой дикой оппозиции, когда он готов убить другого. Ага. Понимаете? Ну, так и относится совершенно непринятие, абсолютное непонимание ситуации. Поэтому в этой части, я думаю, ситуация будет такой. Пока у обоих напряжений есть силы, напряжение будет. Как только напряжение будет спадать, сил будет меньше каким-то образом. Будут искаться какие-то другие пути. Другие. Вот. И я думаю, что пространство диалога, коммуникации, человеческого отношения, а не расчеловечивания по отношению к обоим взглядам. Вот. Это та точка, которая приходит неизбежно. Вот неизбежно. Понимаете? Для меня понимание того, что жизнь важнее, чем смерть, да, это очевидно. Мне не нужно доказывать об этом. Что все, грубо говоря, старания культуры направлены на то, чтобы преодолеть страх смерти и создать какой-то инструмент для того, чтобы люди друг друга поддерживали. Почему? Потому что любое живое существо смертно. И только по этой причине, что оно смертно, сострадание возникает в сердце автоматически. Жалко. Жучка-пучка. Врага. В том числе, потому что он смертен. Понимаете? Вот в чем как бы посыл. Я здесь, я когда-то слушала запись с интервью с Иосифом Александровичем Бродским, который, в принципе, рассуждают примерно так. Вот. Именно из-за этого понимания, оно как бы простое, понимание, да, что любое живое существо смертное, любой человек смертен. Какой бы он хороший или плохой не был. Вот. Возникает вот это чувство, ну, как бы, не то чтобы расположенности к ним, но чувство какого-то шага и пространства, которое ты можешь сделать в отношении этого человека вперед. Вот смысл, я думаю. И этот шаг, он будет сделан. Неизбежно. Да. Но говорят, что я скоро сниму погоны и стану просто одной звездой. Ну, да, это вы правы. Именно так. Не всегда это понимают. А, кстати, про погоны. Вы погоны носили. Я была 12 лет на гражданской службе. Так. То есть, непосредственно отдала 12 лет жизни родине, можно сказать так. Да, у меня была форма. В каком ведомстве? Я работала в Министерстве экологии подмосковном. Вот. Работала юристом, начала с простой должности консультант, дошла до начальника правового управления. Вот. В общем, 12 лет была в сфере экологии. И да, на каком-то моменте у нас вели форму, и я ходила в суды представлять интересы там, да, публичные с погонами, со звездочками. И я помню, как не один раз стало жутко неловко ко мне подошел, а моя форма была очень похожа на прокурорскую. Ага. Я помню, один раз это была зима, а в зимнем комплекте формы там каракулевые воротники, пальто, это зимние шарфы, это головной убор, ну, то есть все там снимаешь, у тебя еще пиджак с погонами, штаны с лампасами и так далее. Ну, в общем, я помню, в суде ко мне подошел один мужчина уже в возрасте и спрашивает меня, здравствуйте, говорит он мне, а разрешите пожать вам руку? И я стою, думаю, господи, как стыдно. Боже, я готова была провалиться сквозь эти все, я не знаю, магму сквозь земли, и я после этого случая я старалась реже как-то пользоваться этим, реже одевать форму, потому что на самом деле говорят спасибо не за форму, спасибо это служба для людей, ради людей. Ты на своей работе, если это работа связана с каким-то госорганом, вот, ты стараешься сделать именно так, стараешься делать для людей, качество своей работы, никогда не отказывать ни в чем. Вот, я думаю, что вот это мышление, оно как-то позволяет создавать культуру определенную в госслужбе, да, если ты работаешь ради человека, который живет рядом. Какая трансформация произошла с вами, вот как с юристом за это время, и какая трансформация произошла с юриспруденцией в целом? Ой, я вам могу рассказать, что юриспруденции повезло в этом плане, да. Я вам расскажу, в чем, скажем так, в чем может быть подарок этого времени, в котором, например, я живу, для меня личный подарок. С 19-го года, с ноября в России была запущена очень прогрессивная реформа. вот, она называется регуляторная гильотина. И я каким-то образом причастна даже к этой реформе в части стройки ЖКХ, вот, потому что являюсь ответственным секретарем одной рабочей группы, которая занимается как раз этой гильотиной, вот, как волонтерская моя, молодцы, какой-то вклад в эту реформу, который направлен на, во-первых, оптимизацию нормативных правых актов, систему, во-вторых, снижение административных барьеров, перевод госуслуг в электронный вид и так далее, снижение возможностей любых возможностей, которые бы там каким-то образом усложняли жизнь бизнеса, давали возможность продолжать или там начать давать взятки или брать и так далее, и так далее. И я вам скажу, на моем собственном опыте это, ну, самая успешная попытка, и она еще не закончена, эта реформа продолжается, несмотря ни на что. Чему я просто удивлена, это просто какой-то, вот, я очень рада, что это все идет, вот, и каким-то образом были приняты очень важные два федеральных закона, один об обязательных требованиях, другой о государственном контроле и надзоре, который просто невероятно прогрессивный с точки зрения права и с точки зрения подхода к какой-то системе выполнения требований бизнеса обществом и проверки этих требований страны государства. Простите меня, я вас слушаю, да, и мне вспоминается высказывание о том, что сталинская конституция была одной из самых прогрессивных на тот момент в мире, и она реально была, вот, то, как она была написана, то, как она была сформулирована, это был один из лучших законов, одна из лучших конституций вообще в истории. А вот, и вот, когда вы рассказываете, насколько все хорошо и прогрессивно, вот это вот мне прям сильно напоминает историю с безумно прогрессивной сталинской конституцией. Не могу сказать по поводу сталинской конституции, могу сказать вот о чем, о том, что вот такой диссонанс и вот этот разрыв, который чувствует не только вы, я чувствую каждый день, можно с ума сойти от такого восприятия, что одновременно идет такая прогрессивная реформа, и одновременно с этим принимаются закон, грубо говоря, ну я сейчас жестко скажу о запрете трансперехода, например, или, например, начинается что-то дикое, да, вообще не связанное там не то, что с прогрессивностью какой-то, да, вообще с правом. Вот, и все это одновременно происходит одновременно в одном пространстве, одновременно ты приходишь в МФЦ, у тебя тут услуги современные, все летает, все очень удобно, сервис московский замечательный просто, все культурно, а через два часа на тебя пишут донос, потому что ты там, у тебя значок не тот, да, какой-то там ленточка радужная вдруг на рюкзачке висит, и все, и тебя выводят уже под руки из метро, это очень дико, конечно же, и я сейчас вам рассказала не потому, что я хочу как-то сказать, вы знаете, вот, я просто хочу рассказать о том, что, чего есть хорошего, потому что я могу об этом сказать, потому что я свидетель этого события, я в нем участвую, я могу сказать за свою грядочку, вот за свою грядочку я могу сказать, да, здесь есть шаг вперед, но этот шаг вперед, во-первых, он, хорошо, что он делается, безусловно, лучше его делать, чем не делать, лучше делать попытки каким-то образом все время, ну, анализировать ситуацию и сотрудничать, потому что самое прогрессивное в этой реформе, я вам сейчас расскажу, в чем суть, да, самое прогрессивное в том, что было создано некое поле реальных экспертов от бизнеса, разных совершенно сфер, которые были привлечены к нормотворчеству как фильтр, через который нельзя не пройти, ну, то есть, понимаете, да, любой, там, федеральный орган, любой, там, проект постановления, там, ну, не любой федеральный закон, который содержит обязательные требования, да, и так далее, к бизнесу, он должен пройти через этот фильтр, и, соответственно, появился у бизнеса, да, вот этот рычаг влияния, появился рычаг, благодаря которому, да, появилась здравомыслие, да, появилось какое-то понимание, куда двигаться дальше, а как бизнес на это смотрит, а на это, на это, и вдруг вот эта система довольно тяжеловесная и так далее, начала сотрудничать, она может сотрудничать, она может слышать других, она может не принять тот акт, который там приняла бы, если бы не было этого рычага, понимаете, раньше такого не было, раньше, конечно, принимали экспертное мнение, там, РАСПП, там, ТПП и так далее, и так далее, там, деловой России, вот, раньше и до сих пор есть оценка регулирующего воздействия, да, антикоррупционная экспертиза актов и так далее, но он не имел такой силы, как имеет сейчас механизм регуляторной гильотины и этот фильтр. Это очень важно, понимаете, видеть маленькое, хорошее, понимаете, и не топить его, вот, я ни в коей мере другое, что творится, этим маленьким не оправдываю совершенно. здесь я как бы не эксперт по Сталинской Конституции, скажем так, я не имела опыта жить в таком жёстком государстве, я закончила институт, да, вот, со мной такие прогрессивные, 90-е, начало 2000-х, это такой, это рассвет, в общем-то, демократии в нашей стране, сейчас слово демократия может быть показаться рубательством, да, каким-то образом для кого-то, но я не думаю, что нужно так окрашивать это слово, я думаю, что если мы думаем о конкретном, да, каком-то законе, о конкретных правах конкретных людей, каких-то ограничений, надо всегда смотреть, почему что там было, принималось, в каком году, почему это всё изменялось, почему это так, почему это так, потому что иногда из-за незнания, из-за неведения нам кажется, что какая-то, где-то стоит серый кардинал или какой-то волк в государстве в виде какого-то монстра, который душит, душит, не так, всё не так, за конкретным изменением стоит конкретная группа людей, общественных организаций, или там какой-то бизнеса и так далее, потому что мы все живём в каком-то изменяющемся пространстве, и каждый отстаивает свои собственные интересы, иногда, конечно, бывает то, что не поддаётся рациональному мышлению, и вот с этим сложнее всего всем жить последние полтора года, это очень сложно, потому что некоторые решения для обычного человека, например, для меня, они могут показаться иррациональными, и это невозможно рационализировать даже спустя год-два, невозможно понять, как это возможно вообще, как мы можем повлиять на это, потому что всё-таки государство, любое государство, это парад насилия определенной, да, и нужно находить какую-то систему баланса, как мы можем влиять на это, если вот эта система настолько как бы выстроена, да, аппарат подавления, что его невозможно никак влиять, здесь уже начинаются риски у самого государства, то есть само государство рискует, потому что это невозможно продолжаться бесконечно, в определенный момент напряжение будет очень большим, вот, это довольно сложно, мне кажется, наивно полагать, что это может, гайки можно закручивать бесконечно, невозможно. Вы ездите, да, вы выезжаете, вы возвращаетесь в страну, у вас, вы вот говорите о том, что нужны некие, нужна возможность видеть то немного хорошее, что есть, какое у вас ощущение о гражданском обществе сейчас в России, оно существует, оно, скажем так, в каком виде оно существует, и что оно еще способно делать, потому что, ну, оппозиция невозможна, то есть, возможно ли гражданское общество, и какую роль оно сейчас в стране выполняет? Ну, смотрите, гражданское общество, это же конкретная определенная общественная организация, конкретное журналистское сообщество, понимаете, которое опирается на какие-то вот, сейчас в России, вы видите, что сейчас в России невозможно, это очень сложно принять, да, что гражданское общество это кухня, на которой муж с женой, или там, да, друзья, или жена с женой, или муж с мужем, или еще как-то делятся впечатлениями от прошедшего дня и новостями, вот это гражданское общество наше, это кухня, это очень тяжело принять, потому что институт инагентства, да, признание организаций нежелательными, например, ну это все очень, скажем так, это делает невозможным это поле живым, невозможно, ну как можно бороться за какие-то права, там, да, не имея вот этих рычагов институций, не имея права сказать, что я думаю так публично, вот, а эти права сейчас попраны, вот, ради государственных интересов, вот так, я бы сказала, вот, возможно, конечно, это временно, но это настолько страшно, вот, настолько страшно, что такие организации, например, как Мемориал, такие там, я не знаю, ну тот же Гринпис, да, Фонд защиты животных, там, и так далее, ну вы же можете посмотреть эти списки и так далее, это страшно, те люди на протяжении десятилетий, которые складывали в страну, можно сказать, понимаете, людей, свои силы, энергию и так далее, ради каких-то обычных, простых идеалов, вот, сейчас они вынуждены уехать из страны, вот, они не могут говорить то, что они думают, вот, довольно сложно все, непросто, довольно сложно. Что такое сегодня русская неподцензурная поэзия, то есть, вот, тексты, которые, скажем, где, где вообще возможно публиковаться с тем, чтобы не оглядываться, и возможно ли вообще? Я думаю, что да, я думаю, что возможно публиковаться, потому что поэзия, это все-таки какой-то чудесный инструмент, понимаете, чудесный, он может преображать, и пока у нас есть такая возможность, да, я знаю, что сейчас вышла книга, которую я еще не читала, ПТС Елены Костылевой, я очень хочу почитать, НЛО вышла, вот, недавно вышла книга, которую я прочла просто с при великим удовольствием, ее выпустила радио Осебия, есть такой проект, Варвара Нидиогла, тоже новая книга, ее русские девочки кончают свободной землей, такое название, вот, замечательная книга, еще раз, как русские? Русские девочки кончают свободной землей, вот, я в восторге от этой книги, если честно, вот, она довольно новаторская, и с точки зрения графического подхода, формы, к своему письму, и вообще, она очень умная, молодая ПТС, и я очень рада была с ней познакомиться, она пришла вот в Питер на мою презентацию, мы познакомились, и я поняла, что, да, это очень интересный человек, и очень добрый, и открытый, и так далее, и очень любит Россию, в каком-то ее, вот, таком понимании человеческом, да, то есть любит людей, которые рядом с ней. Мне кажется, Россия-то люди, конечно, не территория, в этом плане, вот. Конечно, мы пока, знаете, женщины очень смелые в России, я смотрю, я всегда поражена от того, насколько они спокойны при этом, насколько они красивы при этом, и насколько они, ну, тащат, да, какие-то большие грузы ответственности, работают, и так далее, и так далее, учатся. Вот, поэтому я могу сказать, пока женщины в России есть, пока они не уехали, пока они продолжают что-то взбивать вот эти, да, молоко в сливки, как лягушечки такие, вот, родолюбивые, вот, тогда будет пространство для непоцензурного какого-то звука, да, слова, непоцензурного, пока они есть, да, пока они есть. Хочу вас попросить вот прочитать еще одно стихотворение вот посвященное вашему другу художнику, да, который, ну, вы понимаете, о чем речь, да, потому что я, может быть, не совсем точно назвал. Да, я замыслила недавно такую документальную серию докупоэтри, которая будет называться «Семейные истории», как-то так, да, и вот эти истории будут сотканы из моей переписки в мессенджерах, там, в телеграммах с людьми, с которыми я дружу. И вот это стихотворение, да, это такая попытка, в общем-то, сделать из прямой речи, да, людей. То есть это документарь, это документарь. Да, это документарь, ну, прямая речь, да, сообщения в мессенджерах тоже часть эпохи и такие отпечатки документальные, в общем-то. Вот, и некую попытку из этого хотя бы зафиксировать, оставить это для себя, самой. Мне кажется, какой-то точкой я чувствую, что это тоже немаловажно, что обязательно, кроме какого-то поэтического языка, нужно еще и оставлять какие-то зарубки на дереве. Вот это один из таких зарубков, вот, это мой, я могу сказать, что друг, потому что мы уже несколько лет с ним переписываемся и так далее. Я очень люблю работы. Он художник из Сибири, вот, Никита Позняков совершенно талантливый, вот, он больше в таком стиле примитивизма работает, но у него очень открытые работы на самом деле. Я имею в виду открытые, не злобные, да, какие-то, они, говорит, по-доброму относятся к реальности, к миру. Вот у него любящее сердце, мне нравится такой подход. И вот я, да, есть один действительно текст такой, я сейчас его прочитаю, называется брат-падхарми, автоэпиграф. Смелый это не тот, кто не боится, смелый это тот, кто боится, но продолжает делать. Я тут сижу, боюсь. Вот махакалу и выложил. Мне сейчас в центр Эа ехать. Уже заебали, но каждый раз все равно страшно. Прошло 180 минут. Полтора часа беседовали, спрашивали, что я хочу сказать своими работами религиозными и особенно военными. Проверяли телеграмм на телефоне, раздевали фото или татухи, спрашивали, нет ли связи с Украиной, никто не вербовал ли? Как отношусь к либералу? Следак сказал, что Советский Союз никуда не делся. И сейчас продолжение ВОВ. Сказали, что посадят, если будут залупаться. Сказали, не рисовать про войну, эх, хоть сваливай. Знакомые зовут в Армению, другая знакомая, говорит, в Германию можно или Францию, там на пособии сидеть. Я сам вообще в таких вопросах без помощи. Спрошу подробнее, у меня же еще девушка здесь, вообще не хочется все бросать, но что-то все сгущается. на вот такой вот взгляд из России. Тут все сгущается. Давайте, может быть, для того, чтобы не так заканчивать, вот я прочитал у вас в Фейсбуке, что вы обращение подписали по вашему учителю Ринпочи, да, то есть можете вот про это немножко рассказать. Что это за учение, почему вы там? Могу рассказать, это, конечно, можем сказать, личный вопрос, но я не стесняюсь об этом говорить, если меня об этом спрашивают. Так получилось, что в 2003 году после практики Пхова, есть такая практика, которую проводит Оли Нидл, есть такой даст включитель буддийский, на Финском заливе он тогда проводил Пхову, мне приснился сон, мне приснился сон с учителем каким-то, которого я не знала до этого. И потом через какое-то время я увидела его в книге, начала интересоваться, кто это, что это, и выяснилось, что это мастер Цзокчен, Чокьял Намкай Норбу, тибетский дедушка, 38-го года рождения и так далее. И на тот момент это был 2004 год, он был живой, и у него был центр в Подмосковье, сейчас есть Северный Кунстангар, я поехала туда, получила передачу и так далее. И вот с 2004 года я, в общем-то, практикую буддизм Цзокчен в том виде, в котором он распространился когда-то в Тибете и передавался от ученика, от учителя к ученику и так далее. это такая очень глубокая, довольно сущностная традиция, в общем-то, в России много разных школ и представителей разных сам, пытаются как-то сотрудничать друг с другом и так далее. А для России вообще, если вы знаете, есть закон о вероисповедании, о свободе, вероисповедании в религиозных организациях, он вообще считает буддизм это основной из пяти конфессий. То есть он исторически традиционный регион Бурятия, Калунки, буддийский регион. В этой части Россия довольно открытая в этом плане, то есть можно каким-то образом находить хороших учителей, практиковать. Мой учитель, Чагиланан Кайнорбу, ушёл в 18-м году, остались его ученики, его общины, его сын Кенса Еша, который недавно проводил учение, делал ретрит под Зукчен, очень интересный. Я его очень тоже люблю и так далее. И стараюсь каким-то образом применять то, что мне когда-то учил мой учитель. Может быть, я в каком-то плане нерадивая ученица, но по крайней мере я это дело не забрасываю, стараюсь как могу. Помогаю тоже по действительной организации, волончёре. и так далее. В меру сил своих возможностей. Примерно так. А об этой, например, о буддизме, о Зукчене можно узнать, погуглив. Можете погуглить Северный Кунстангар, можете погуглить Зукчен община. И так далее, и так далее. В общем, много учителей, у каждого же своя связь с разными. Вот у меня она так проявилась когда-то. Для меня это какое-то, знаете, не то чтобы лекарство, это прям сердце моё, которое бьётся, я бы так сказала. Часть моего тела, моего измерения даже. Вот. Дрибло оттуда. Ну, как бы, не то чтобы оттуда, это просто слово на тибетском языке, конечно, но оно обозначает, конечно, символ женской энергии, конечно, он связан с какой-то мудростью. Понимаете, с пониманием того, как ты воспринимаешь свою собственную энергию, речь свою, звук свой, как ты воспринимаешь отношения к жизни и так далее. Ну, то есть, это всё безусловно об этом. Конечно. Да. Субтитры создавал DimaTorzok